Всем привет! С вами Алис Канамбериллаб. Сегодня мы говорим о карнах и измитрясениях. Начинаем обзор Солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы на нашем светиле. Ну вот, первая вспышка у нас разразилась между 6 и 8 часами. Основное направление, да? Ну, посмотрите, в северной части здесь тоже как гала такое возникает. Тут интересно, это направлено в итоге... Мне кажется, что да, направлено в сторону нашей планеты. Потом, смотрите, еще одна, еще одна вот здесь, преимущественно уже в северной стороне, между 10 и часом. Либо это, ну, здесь вообще прям такое четкое гала, да? Да, скорее всего, это вот 12-я зона шалит. И потом, смотрите, еще и в южной части, между 4 и 8 часами здесь тоже такое выделение произошло плазмы. Ну, смотрите, даже засветочка, ох, смотрите, как красиво, да? Немножко сдвинуло здесь, перекадровка происходила, и вот такая вот засветочка. Ну, то есть во все, во все стороны плазмы выделилась. И вот опять, смотрите, в северной части здесь такое медленное какое-то выделение. Такое ощущение, что связано с протуберанцем. Вот. Ну, и протуберанцев здесь на 3 и 4 часах. Вот такие вот процессы. Еще раз давайте быстренько прокрутим. Мы видим, что во всех направлениях было выделение плазмы. И, судя по всему, затронет и нашу планету. Но сила, судя по всему, и плотность небольшая. Посмотрим, как это сыграется. Ну, мне кажется, максимум это G1, если это не направлено, если это точно направлено в сторону нашей планеты. Давайте посмотрим последний кадр. Здесь вот наши соревнующиеся, да, здесь Венера, здесь Меркурий. Меркурий уже обогнал Венеру, да, чуть выше нее получается. И видно, что здесь все такое замутнено. Выделилась плазма, то есть во все стороны от Солнца. Давайте посмотрим по приборам. Три вспышечки М как раз произошло. Вот примерно то, что мы наблюдали, да. И сейчас какой-то где-то рост идет. Сейчас мы посмотрим на фотографии обязательно, где это. Так, вероятности 99% в С-классе, М-класс 55% и Х-класс 10%. Мы видим, что это 37.11 и 37.12 зон. Ну, 12-я зона, как раз она смотрит в сторону нашей планеты. Здесь, смотрите, еще и 13-я и 16-я. А вот 11-я уже практически от нас отворачивается. Но вот зацените, вы только зацените, это какой рост произошел за сутки. 37.12 бордового цвета, бета, гамма, дзета уровня. 40-40 пятен в ней. То есть, смотрите, такая прям четкая колбаска, как вот продают в этом магазине, да, там, сардельки. Вот, ну, 37.13, 37.16, они не обладают такой структурностью четко выраженной. Хотя вот 37.16 гораздо более опасно. Но видно, что она, видать, не созрела. Потому что и 37.13, и 37.16, они только бета-гамма уровня. Но зато 37.16, смотрите, 35 пятен. Тоже какая прогрессия-то за сутки, да. А всего у нас, получается, в шести активных зонах 101 пятно. Ну, хорошее соотношение, да, количество пятен к одной активной зоне. Почти 1 к 20. Вот так вот получается. Но эти зоны еще и отвернутся, и тогда будет соотношение гораздо выше. А давайте в другом диапазоне посмотрим. Вот сейчас, да, 37.12, вот эта вспышка, которую мы видим, на приборах, которым отмечалось. Вот она сейчас развивается. Но до иксов пока не дотягивается, да. А вот 16-я, она какая-то мирная. И 13-я тоже пока что. Но если посмотреть на будущее, ну, вот здесь вот портуберанец находится. А вот здесь вот такое ощущение, что какая-то активная зона развивается. Ну, и вот вокруг экватор на 10-ти часах похоже, что там какие-то могут быть зоны. Но одни крупные, то есть они такие очень слабенькие пока что. Так, доктор Эбер пишет первый, кажись. Ура, Алекс. О, спасибо вам большое. Поздравляю вас. Отличный результат. Адам Носик дарит 20 сердечек. Спасибо вам большое. Кендра360 пишет. Благодарю за обзор. Дарит 7 сердечек. Очень радует рост количества подписчиков. Спасибо большое, да. И я вам тоже очень признателен. Рост идет постоянно. Это приятно. И стимулирует, конечно, работу. Юзер ПЛ3 пишет. Спасибо за обзор. Дарит 5 сердечек. Так, ну, это про вулканы. Мы сейчас чуть попозже поговорим. Мария Мария пишет. 43.16. Спасибо большое. Благодарю вас. Леди Класс Клаб пишет. Алик, спасибо. Очень интересно про Эльбрус и Казбек. А юзер ЗО9 пишет. Вижу Казбек с окна все ровно. Ну, прекрасно, да. Наблюдайте. Вот, но, с другой стороны, как бы, может все очень быстро произойти, как я говорил вчера, потому что, к сожалению, там вязкость очень большая. Мария Мария. Так, ну, вот Роздан пишет. Лишь бы не дымил. Все верно. Все абсолютно правильно. Ладненько. Давайте посмотрим, что у нас по дырам интересное сейчас происходит. На нашем светиле. Так, ну, мы видим, вот северная дыра такая образовалась, да. Ну, окажется ли она влияет на нашу планету или нет. Если честно, мои какие наблюдения, что давно не было уже М7. Понимаете, очень долгое время не было. И обычно М7 происходит так в среднем по статистике раз в три недели. То есть, вы чувствуете, что потенциал набран довольно-таки хороший. И вот, ну, дыра, с другой стороны, находится далеко от экватора, ближе к полюсу. Так, протуберанцы здесь находятся. Вот как раз через экватор такой вот интересненький проходит. Здесь на 10 часах. Структура еще вчера была отмечена висеть. Ну, вроде бы такого больше ничего нет. Оксана Шученко пишет. Спасибо, Алекс. Благодарю вас. Юзер Южи 9 пишет. Благодарю за обзор. Дарья Триседечка. Спасибо большое. Юзер ХХ7 пишет. В Краснодарском крае тоже есть осадочные вулканические породы. Вот, вот, видно, что хорошо. Так, надымило. Так, напыхтело. Раздан 81 пишет. Спасибо за обзор, Алекс. Я думаю, по Кавказу и Грузии стоит насторожиться. Энергия ищет выход. Да, однозначно. Абсолютно с вами согласен. Так, ну, давайте теперь посмотрим, что у нас по планетам. Видно, да, Меркурий обгоняет Венеру. Вот, шустрец такой, да, наша планета отдельно. Ну, в общем-то, таких каких-то крутых изменений пока что нет. Давайте посмотрим. По факту геомагнитная обстановка у нас на уровне 3 с минусом находится. Напряженная, но без каких-либо возмущений. И прогноз у нас пока что на салатовую зону. Хотя вот эти вот выбросы, судя по всему, произошли там какие-то. И надо через 3 дня там поставить хотя бы 4 уровня КП-4. А по вулканам у нас здесь есть некоторые изменения. А у нас вулкан Этна начал извержение. Ну, он часто извергается. Это 15 июня первые признаки появились. Но вот 17 июня, то есть вчера подтвердилось это со спутника. То, что там есть термальные такие процессы. То есть в кратере потихонечку нарастает активность. Вот юзер ПЛ3 пишет. Спасибо за обзор. Дарит 5 сердечек. По карте вулканов видно, что заработал вулкан на Санкт-Петербурге и в Антарктиде. Хотя там сейчас зима. Как вы считаете, насколько это опасно для Евразии? А вы знаете, вообще не опасно. Потому что и тот, и другое, они довольно-таки часто извергающиеся вулканы. Особенно и Ребус, который вообще не прекращает. Там уже наблюдения ведутся, кажется, порядка 100 лет. И там происходят извержения, потому что жидкая магма там вытекает. И никаких проблем. И в кратере, там кратерное озеро наблюдается. Поэтому никаких эффектов не будет. И независимо от того, там зима или лето. То есть, для Евразии точно эти два вулкана никаких проблем не доставляет. Для нас, для Евразии, более важно это вулканы Исландии, вулканы Европы и Средиземноморья. Вот это вот, потому что роза ветров, как правило, юго-запад несет все сюда Евразии. Даже Гамчатка, вот для Евразии, несмотря на то, что близость вроде бы находится, да и фактически это часть Евразии, да, либо Юго-Восточной Азии, они не окажут какого-либо такого серьезного влияния. Они могут оказать потом обосредованного, как пенотуба там в 90-м, в начале 90-х годов, если вы помните, были такие какие-то мерзкие холодные зимы. Вот, и это было связано с пенотубой, да, с извержением на Филиппину, то есть, такое охлаждение было в этот период. Ладно, давайте продолжим. Либо, Холмахера, там 4325 метров извержения на уровне моря. Дукона, тоже там, Холмахере, 2100, мне кажется, каждый день пишут 2100, просто отписываются и все. Левотоби, Флорес, 3 километра уровень. Так, давайте посмотрим. Семеру, в Восточной Яве, там извержение на 4600 метров на уровне моря. Затем, Невада, Даль Руис в Колумбии. Там не пишут, на какую высоту поднялся, но пишут, что происходят какие-то выделения пепла периодически. И вот Сабанкая в Перу на 5500. Ну, немножко притих вулкан на 5500 метров над уровнем моря. Так, сейчас давайте посмотрим, что по сейсмичности у нас получается 52 крупных землетрясения за последние 7 дней. При норме 50, то есть практически на уровне нормы. За последние сутки можно вот видеть оранжевого цвета. В Перу было 5,5 на глубине 104 километра. У западного побережья Мексики 5,0 на глубине 10 километров. Затем вот совсем свежий Кермандек 5,2 на глубине 70 километров. Тонга 5,5 на глубине 10 километров. И 5,8 на глубине 53 километра. Смотрите, около Тонга и Фиджио здесь такое прям ягодка выросла. Да, много крупных землетрясений. 5,6 Ламонового острова, глубина 48 километров. 4,9 на глубине 10 километров. Это Папуа-Ново-Гвинея. И там же 5,2 на глубине 103 километра. И вот интересное землетрясение. Это Северный Иран 4,9 на глубине 10 километров. Сейчас обязательно рассмотрим. Ну а пока давайте посмотрим, что у нас по статистике. У нас 8 пятерок, 26 четверок, 104 троечки, 208 двойки. И общий уровень активности признан как умеренный. Если перевести в атомные бомбы, то выделилась энергия соответствующая 1,4 атомных бомб. Вот такие вот новости. На сегодня такая статистика. Переходим к американской геослужбе. Давайте посмотрим, что здесь. Альвуты дают 3,7 на глубине 10 километров. Ну типично идет вдоль полуострова, фьорда. Доходят до Тинали до центральной части Аляски. Немножко сюда, вот в сторону Канады. Здесь 2,9 на глубине всего 900 метров. Затем на Гавайях у нас активность типичная в районе Килауэ. Здесь 2,2,25 километров. Давайте континентальную часть посмотрим. 2,7 трясения в штате Вашингтон. На севере Калифорнии здесь 2,4,6,3 километра. Но так в основном в Южной Калифорнии здесь взрывались. Что-то тут на высоте 200 метров над уровнем моря. И на высоте 800 метров над уровнем моря. Также в Неваде у нас есть активность. Запад Техас, центр Оклахомы. И вот такие интересные активности у нас уже теперь со стороны штата Миссури. Здесь на глубине 1,3-2,3 магнитуда. То есть здесь в этом месте так и продолжается. Видите, каждый раз, каждый новый штат здесь получается постоянно забывая, сколько здесь штатов. Здесь 1,2,3,4,5,6,7 штатов. Вот каждый раз кто-то из них выбирает, у кого будет сегодня землетрясение. Так, ну и вот двоечка Нью-Джерси на глубине 7 километров. Не успокаивайся, Нью-Джерси. Все продолжается, все в том же духе. Так, смотрим, что у нас здесь 3,4 Пуэрто-Рико, 142 километра. Доминкана здесь 3,2 на глубине 16 километров. Так, двоечки юго-западные, часть Пуэрто-Рико и юго-восточные. Вот такие вот данные по американской геослужбе. Основная карта, смотрим, небольшое землетрясение на Азорах 2,6. В районе Португалии Гибралтара. Север Алжира 3,4 у нас. Восток Франции, вот у нас опять получается у Неаполя, смотрите, 3,4 на глубине 3 километра. Давайте подтвердим, что там за событие происходит. Да, да, смотрите, это все Кампифлегреи 3,4 на глубине 3 километра к западу от города Неаполь. Слушайте, что же сегодня случилось-то, я даже не знал, что у нас столько машин здесь, спецслужб. 2,9 на глубине 1 километр запад Польши. Смотрите, какая серия здесь на Южной Швейцарии. Здесь небольшие землетрясения, но все это недалеко от Монблана в этой части Швейцарии. В Болгарии, вот я размещал 4,2 на глубине 15 километров около города Пловдив. И смотрите, в Черном море 2,7 на глубине 17 километров. Ну, это на юг от Крыма, ближе к побережью Турции 2,7 на глубине 17 километров. И в Мраморном море 3,3 на глубине 6 километров. Ну, а так, мелкие землетрясения у нас в районе Ингейского, Критского моря, запад Турции. Так, вот здесь 3,4,3 километра в районе Малатии. 3,2,10. Двоечки здесь в основном. Это в районе этой семерки. Так, на границе Армении и Грузии 2,1 на глубине 10 километров. Но на Кавказе вроде бы сегодня нет сейсмичности. Вот север Ирана 4,9,10 километров. Зато у нас землетрясения есть в Кыргызстане сегодня. И смотрите, это не в районе озера Иссык-Кули, не в районе Бишкека. Это такой юго-запад, наверное, или запад. Центральная часть Кыргызстана на границе с Узбекистаном. Недалеко, но здесь тоже горная система. И смотрите, какое-то озеро здесь находится. Тактагул. Давайте посмотрим. Или это водохранилище. Ну, это водохранилище, судя по всему. Ну, да, вот она вот сюда вот затекает. Здесь дамба. Вот, не написано. Но вот тактагул здесь находится, населенный пункт. Горы здесь кругом. Ну, давайте посмотрим. Где-то прямо, вот смотрите, здесь берут исток реки. Вот раз исток, тут река. Здесь еще две реки. Рядом гора, 4400 метров. Судя по всему, там, может быть, ледники какие-то. И вот 4,5, нагло, мне 9 километров происходит тут в этой гористой местности. Никто там не живет. Так, ближайший населенный пункт Таш-Камур. И все, и граница получается с Узбекистаном. Вот такие вот интересные процессы. Но, опять же, подтверждает, что вот камера там во всю активничает. Север-Индия 3,5, 5 километров. Затем, давайте посмотрим, что у нас на Дальнем Востоке. Ничего нет. Камчатка, Курилы, все молчат. Вот Япония дает 4,375 километров. Ближе к Токио 3,760 километров. На юг 4,435 километров. Восток Тайваня опять дает 4,7 на глубине 16 километров. Север-Филиппин. Здесь троечки неглубокие. Расположились у южных Филиппин 4,133 километра. И в Малугском море вот так вот троечки. Тоже они глубокие, средней глубины. У Соловейся 3,5-10 километров. 3,2-10. В море Банда 4,1-134. 4,3-272 километра. Так, рядом с Буали, смотрите, 4,0 на глубине 10 километров. Такое довольно-таки прям чувствительное землетрясение. Это Ламбок, да, я так понимаю, это остров Ламбок. Моторама там находится. Да, Пулау Ламбок. Ну, здесь вулкан, да. Видно, что там кратер и озеро находятся в кратере. Такие вот интересные моменты. Ну, вот, что есть, то есть 4,0 на глубине 10 километров. Так, затем здесь 3,8. Ну, и здесь троечки. На Яве, на Суматре. В Австралии вроде бы ничего нет. Север Папуа 4,7-27 километров. 2,8-10. Восток 5,2 на глубине 110 километров. Это уже Соломоновострово 4,9-36 километров. Санта-Крус 5,7-61 километр. Тонго 5,8-90, 5,5-10 километров. Ну, давайте посмотрим. Здесь Кермандек 4,2-100, 5,2-71. И в Новой Зеландии вот здесь вот 4,0-24 километра. Троечки неглубокие средней глубины. В проливе 3,2-192 километра. На южном острове 3,2-97 километров. Вот такие вот активности у нас в Тихоокеанском регионе. В Африке, в Антарктиде ничего нет. В Идийском океане тоже. Канаду, ну, вот, разобрали здесь на северо-западе. 2,9-1 километр. Давайте посмотрим. Вот у нас Тринедад и Табаго дают 4,0. Так, давайте разбираться. 4,0 на глубине 19 километров. Вот такой вот. Ну, Тринедад, ближе к Тринедаду. Так, давайте посмотрим, что у нас в Мексике. Ну, в Запад Техаса 3,2, да. Северо-запад Мексики 3,1-6 километров. В Заливе в Калифорнийском 3,2-9 километров. Здесь в океане 5,0-10 километров. 3,3-22. В Гвадалахара 3,2-17 километров. В Акапульке здесь троечки неглубокие. В Заливе тоже троечки. В Гатемале 3,7. Так, вот здесь вот ближе к Мексиканскому заливу. 4,0-28 километров. И 4,2-119 километров. И в Пуэбло 3,3-51 километр. Есть у нас активность у Никарагуа. 4,1-10 километров. Плюс троечки разной глубины. Здесь Коста-Рико 3,0-23 километра. И на юг от Панамы 3,5-35 километров. Эквадор дает 3,9-5 километров. Вот в Амазонской части Перу уже 5,6 на глубине 112 километров. В Тихом океане 3,9-33 километра. И на побережье вот здесь на юге 3,6-19 километров. Так, север Чили дает 4,1-105 километров. Ну, это 100 километров. Это вот неглубокие 2,6-39. Это 200 километров. Здесь троечки. Сан-Хуан дает 4,2-144 километра. И вот в центре Вандах 4,3 на глубине 121 километра. У Мендозы прямо рядом с городом 3,5-10 километров. С другой стороны Конкако. Здесь средней глубины. У Ульпараиса 3,6-16 километров. Севернее здесь троечки тоже неглубокие. В южную часть Чили 3,4-13 километров. Здесь 3,5-128 километров. Ну, вот сэндвичи острова там вулканы разгружают. Сейчас вроде бы как никакой сейсмичности нет. Ну, что на этом все. С вами был Алекс, канал Bigger Lab. Желаю отличного продолжения дня. Так, вот я забыл, кстати, комментарий-то прочитать. Давайте прочитаем еще. А юзер Б2 пишет. Благодарю, я живу в Краснодарском крае. Актуально про Кавказ. Спасибо вам большое. Алекс Золт пишет. Спасибо за обзор по Кавказу. Интересно, как энергии внутри постепенно нарастают. Когда-нибудь взорвутся. И это остановить невозможно. Уезжать это, наверное, никто не будет. Люди приспосабливаются, как японцы. Когда накрыло группу Бадрова, которая приехала фильм снимать в ущелье Осетии. Это судьба. Это же надо было выбрать такое опасное место. Ну, вот таких ущелья полно, понимаете, в горах. И там люди живут. Вот МСК 2025 пишет. Оно сто лет было безопасно. Там даже дома стояли на берегу. Так, и Роза Геровская пишет. Алекс, это очень круто. Взглянули в историю, много нового знали. Я так рада, что нашла ваш канал. Искренне благодарю вас. И дарите пять сердечек. Очень приятно. И вот на этой очень приятной и такой хорошей ноте, наверное, и закончим сегодня выпуск. И желаю всем всего наилучшего. Ну, а с вами был Алекс, канал Берелаб. Отличного провожения. Играет музыка.